Сегодня у нас будет контент обучающий для новичков, а завтра будем покупать доллар. Я расскажу в этом видео, что такое сложный процент, самыми простыми словами и наглядно, чтобы было понятно абсолютно каждому. Про сложный процент слышат абсолютно все начинающие инвесторы, но не очень понятно, как он достигается и что это такое. Я сейчас демонстрирую вам таблицу, которая должна расставить все точки над «и», а потом покажу, как это может выглядеть на практике. У нас был начальный баланс 100 рублей. И за каждый из отчетных периодов, в данном случае, для примера, я взял 21, была доходность в размере 5%. Окей, 5% в первый отчетный период, 5% во второй отчетный период. Казалось бы, от 100 рублей по 5 рублей постоянной доходности. Окей, то есть условно раз в месяц, например, со 100 рублей мы зарабатывали 5 рублей. Если мы будем выводить эти 5 рублей, все замечательно, все супер, каждый месяц по 5 рублей в течение 21 месяца в данном примере у нас будет. Но если мы не будем выводить эти деньги, а будем их реинвестировать обратно, и доходность получать сначала со 100 рублей, потом со 105 рублей, мы в итоге получим больше доходности. Это и есть сложный процент, когда одно и то же, когда один и тот же процент накладывается на все большую сумму, как бы процент на процент на процент. Фактически, вот в этой строке номер 5 у нас считается доходность 5% на сумму в 121 рубль. 121 рубль получился исходя из 100 рублей изначально и 4 отчетных периодов до этого, вот этих 4 первых строчек. То есть как бы наши 5% зачисляются на начальную сумму плюс все вот эти вот проценты, которые были до этого. И обратите внимание, у нас на первый отчетный период 5 рублей доходность. Ну тут формула другая, окей, не важно. То есть 105 минус 100, 5 рублей доходность. И обратите внимание, 5% в каждом из отчетных периодов далее приносит все больше, больше и больше доходности. Если мы продолжим так до бесконечности, мы увидим, как вот это число доходности растет экспоненциально. Обратите внимание, сначала у нас был шаг в 25 копеек между первым и вторым этапом, между первой и второй строкой. Но уже между, хотел до сотой строки дойти, да, но тем не менее окей, уже между 84 и 85 строкой разница в доходности составляет, ну что-то порядка 15 рублей. Разница в доходности 5%, 15 рублей. То есть что это значит? Это значит, что если мы будем получать в каждой из отчетных периодов по 5%, инвестировав 100 рублей, за 85 таких отчетных периодов у нас будет 6 325 рублей. И если мы посчитаем абсолютный процент, мы получим там что-то 6... Господи, чуть не сказал 630, получается 6 300%. 6 300% получаем доходности за 85 отчетных периодов, по 5% доходности на каждую. Если мы считаем обычный линейный процент, то есть, грубо говоря, выводим эти деньги, и они не работают у нас. Может быть, лежат, просто в сторонке мы их не тратим, да, чтобы они все-таки считались в общем состоянии, но они не работают. Тогда была бы сумма гораздо, гораздо, гораздо меньше. Окей. Как это может работать у нас на счету? Во-первых, инвестор, покупая акции, покупая облигации, инвестируя куда-либо свои деньги, инвестирует для того, чтобы, ну, во-первых, сохранить их, окей, от инфляции защитить, а во-вторых, и в основном мои подписчики именно ради этого инвестируют, заработать какую-то доходность. Окей, что это значит? Это значит, что раз в месяц мы откладываем деньги. Как будто на банковский депозит отложили здесь, отложили здесь, отложили здесь. Это я условно на черточки ставлю, это не раз в месяц получается. Ну, кстати, почти, неважно. Окей, вот здесь отложили деньги, вот тут отложили. И на падение, и на просадки мы откладывали эти деньги, и инвестировали, и на хаях, и на просадки, просто методично в долгосрок усредняясь. И мы находимся сейчас здесь. Что у нас происходит? Происходит такая ситуация, что первые наши инвестиции, они работают уже довольно давно. И они с тех пор, до текущего момента, принесли какой-то результат, какой-то процент. Окей. Мы можем, как инвесторы, либо продать эти акции, эти облигации, которые принесли нам плюс, у нас сумма будет больше, и инвестировать эту сумму заново. Тогда у нас будет работать большая сумма. Либо, ну логично, что это фигня какая-то, мы их продаем, потом заново покупаем акции, что ли, на эти деньги, либо просто оставить эти деньги. Так как компании выросли, так как акции выросли, они выросли, потому что фундаментально бизнес начал зарабатывать больше, либо в данном случае немножко другая ситуация, она уникальная, такого ранее не было, ну просто стоимость компании сейчас оценивается дороже. Но мы все-таки рассматриваем растущие компании, которые растут по выручке по прибыли. То есть компания сама по себе выросла по выручке по прибыли на 5%, и, грубо говоря, на 5% она стала дороже стоить. На самом деле сейчас чуть-чуть другой механизм, но вообще в долгосроке мы ориентируемся именно на эту схему. Окей, компания выросла на 5% за этот год. За следующий год она вырастет тоже на 5%, но эти 5% будут считаться уже текущей базой. И рост компании на 5% это и будет сложный процент. Бизнес развивается и растет методом сложного процента. Мы, держа деньги в компании, в каком-нибудь Apple условном, мы будем получать, ну если мы вложили, допустим, давно, когда он стоил какие-то копейки, мы будем получать сложный процент доходности, держа компанию до текущего этапа. Это легко проверяется, просто смотрим на график и наблюдаем. Следующую картину, насколько сильно вопрос вырос Apple. Если бы он рос, ну хотя бы методично, постоянно на те же 5%, ну без учета, окей, сложного процента, график был бы линейный. То есть просто слева-снизу он стремился вправо-вверх. Но здесь будет график иной, здесь он будет параболический, поскольку Apple рос экспоненциально. То есть если бы он рос методично-плавно, график был бы такой. Поскольку Apple растет так, мы наблюдаем картину, когда 5% от текущей цены, ну там, допустим, вот какой-то такой диапазон, это в абсолютном выражении столько денег, сколько Apple не стоил всего много-много-много лет подряд. Грубо говоря, если мы включаем логарифмический график, здесь будет прямая линия, здесь будет линейный график. На логарифме здесь линейный график. Ну, с натяжкой, конечно, но можно назвать эту штуку линейным графиком. Но логарифм, логарифмический график, он показывает как раз-таки вот сложные проценты. То есть здесь диапазон от 1 до 2 долларов будет равен по визуальному отношению диапазону 100-200 долларов, хотя в фактическом выражении это в 100 раз больше значения. Окей, как это может повлиять на нашу деятельность, на наши инвестиции? Еще раз вернемся к тому графику, где мы определяли, что инвестируем раз в месяц. И раз в месяц мы пополняем счет, инвестируем. Да, вот здесь наши деньги работают уже довольно давно. Если мы там инвестировали еще 2 года назад, они работают еще с более раннего периода. И они дают какую-то доходность. Эти деньги дают какую-то доходность. И чем дольше они лежат, тем сильнее раскрывается сложный процент. При условии, что мы выбрали качественную компанию для инвестиций в акции, я рассматриваю именно для себя инвестиции в акции. Плюс мы постоянно довкладываем новые-новые-новые деньги. И обратите внимание, что вот такой важный момент, что если мы инвестировали 100 рублей вот здесь, они дали доходность, окей. Мы инвестируем 100 рублей вот здесь. И как только цена будет корректироваться, мы фактически теряем часть доходности, которую ранее получили от первой инвестиции, а от второй инвестиции мы несем убыток. То есть фактически на длительной дистанции доход наш растет, всегда растет. У любого человека растет доход на длительной дистанции. И мы взяли просто небольшой период, вот буквально в полгода, далеко не у всех, практически ни у кого, наверное, в России не вырос доход за полгода. У предпринимателей то не у всех. Но на дистанции, скажем, в те же 10 лет, мы же не теряемся на 10 лет дистанцию, у нас ситуация получается такая, что рынок на дистанции растет. И вначале мы вкладывали одну сумму, скажем, 5000 рублей. Но сейчас мы вкладываем 50000 рублей. У нас есть такая возможность. Ну или, окей, 500 рублей когда вкладывали, 5000 вкладываем сейчас. И что получается? Получается, что тогда на 500 рублей была получена высокая доходность к текущему моменту. Но любое снижение, любая коррекция сейчас на те же там 5% в минус, оно отражается на нашем балансе достаточно сильно, поскольку текущие инвестиции в те же 5000 рублей в 10 раз превышают изначальные инвестиции в 500 рублей. Да, одно вложение здесь ничтожно по сравнению с десятилетними вложениями вот в этот весь период. Но если мы возьмем конкретное отношение точки А сейчас, ну, вернее, точки А в прошлом, точки Б сейчас, любое падение, любая просадка у текущего момента будет играть на балансе достаточно серьезно. К чему это я? Это я к тому, что я хочу подвязать также к теме сложного процента, поскольку, ну, в принципе, это тема легкая, достаточно я описал всего лишь одной табличкой, все, я думаю, все поняли. Но я хочу описать еще такой важный момент, как инфляция влияет на наши доходы, но они растут, окей, и на наши инвестиции. У нас инвестиции перевышают инфляцию, перекрывают инфляцию, но также у нас растут доходы и новые вложения, наши увеличенные доходы, они по факту всегда будут приходиться на хаи. И это хорошо можно наблюдать на моем счете. И вот это не показательный результат, естественно, я инвестирую это вот буквально, ну, в рамках даже ИИС, да, вот я инвестирую полгода, наверное, всего лишь. И обратите внимание, если вы посмотрите на моем канале шоу, где я инвестирую с нуля в рамках индивидуального инвестиционного счета, у нас были периоды, где на небольшой капитал, типа там 60, 70, 100 тысяч рублей, была доходность порядка 20 тысяч, 30 тысяч. Но сейчас капитал вырос, и наблюдается убыток. Почему такая штука произошла? Потому что, когда увеличивается доход, в данном случае как раз-таки этот момент применим, доход по ИИС у меня вырос, то есть те деньги, которые я изначально определил, как для инвестиций в индивидуальный инвестиционный счет, у меня доход из этого источника вырос. Это YouTube-канал, но это отдельно тема, смотрите шоу на YouTube. Я по факту покупаю сейчас выросшие акции. Там у меня рисковый IT-сектор, я решил максимальную доходность, максимальный риск, показать вам, но отдельная история это. И я на хаях покупал акции, они сейчас скорректировались, они там отдельно акции сильно скорректировались. И фактически от первых покупок у меня хорошая прибыль, хороший плюс, но этот плюс съедается за счет убытка, который приходится на текущие моменты. То есть фактически чем дальше мы идем, тем сильнее вот эти проценты влияют на абсолютное выражение нашего счета. То есть обратите внимание, что если мы минус 5% изначально бы поставили, это было бы минус 5 рублей. Окей, минус 5% изначально это минус 5 рублей. Если мы на 85 этапе получаем минус 5%, это минус 300 рублей. Смотрите, насколько больше. И в этой модели не заложены дополнительные пополнения. С дополнительными пополнениями ситуация была бы еще более наглядной. Вот наглядная демонстрация в таблице той мысли, которую я хочу вам передать. Здесь, конечно, цифры абсолютно очень высокие, поскольку изначально инвестиции у нас, окей, 100 рублей. И потом каждый отчетный период я увеличиваю дополнительно, во-первых, инвестирую, начиная с 10 рублей. И дополнительно каждый отчетный период увеличиваю свои новые инвестиции на 10 рублей за каждый отчетный период. То есть в первый, ну грубо говоря, если мы возьмем это по месяца, в первый месяц у нас дополнительно инвестируется 10 рублей. Во второй месяц 20 рублей дополнительно инвестируется, в третий, 30 и так далее. Вплоть до 85-го месяца, где я инвестирую 850 рублей дополнительно Что в 8,5 раз превышает начальную сумму инвестиций Это хорошо демонстрирует момент, когда на длительной дистанции у нас увеличивается доход За счет того, что покупательная способность остается на том же уровне, например Инфляция просто за счет инфляции, за счет того, что просто деньги дешевеют Нолик дополнительно появляется у нас на зарплатном счету, и мы больше денег инвестируем Предыдущие деньги от инфляции защищаются процентами, да, и наша задача сверхинфляции зарабатывать Но здесь мы инфляцию учитывать не будем, просто допустим, что мы постоянно увеличиваем наши пополнения Это, в принципе, модель очень похожая И здесь я считаю ту же самую доходность, 5%, 5% каждый месяц, начиная с 5 рублей У нас доходность достаточно быстро увеличивается, поскольку мы все больше и больше денег вкладываем Каждый месяц получаем по 5%, но я хочу показать вам следующий момент Что если где-то ближе к концу мы теряем 5%, минус 5%, но обратите внимание, насколько серьезно у нас идет убыток 11902 рубля на 5% убытка, на 5% минуса При том, что до этого 84 отчетных периода было с плюсом в 5% один лишь, минусовой, ну, месяц, да, в данном случае Это минус 11902 рубля Если мы растянем, ну, скажем, с 70 по 85 месяц по минус 5%, посмотрите, что становится с нашим счетом Он просто стремится к нулю 55 тысяч рублей, то есть он упал буквально в 2 раза При том, что суммарные инвестиции, вот интересно будет даже сейчас посчитать, я это не учитывал Ну, суммарные инвестиции, если мы под 0% это все берем, у нас составляют 36 тысяч рублей То есть, ну, доходность, конечно, есть, но она буквально очень небольшая То есть, к чему это я? У нас отчетных периодов последние 15 С минусом 5%, до этого 69 отчетных периодов было с плюсом 5% Когда у нас система такая, что каждый новый день, каждый новый месяц повышается инвестиция на нашему счету У нас, получается, процент будет влиять на счет гораздо сильнее В общем, не самыми простыми словами я это описал Но вот эта модель, я думаю, вам показывает все расчеты наглядно Что я имею в виду и какие риски вас ждут Если у вас сейчас доход небольшой, вы инвестируете деньги, потом доход увеличивается И вы больше денег вкидываете Это сейчас то как раз-таки, что происходит у меня Как видите, портфель у меня довольно сильно растет На обычном, на основном счету Поскольку я криптое торгую, хорошо получилось заработать Вот, денег у меня стало больше Больше я денег и инвестирую на фондовом рынке тоже Это вот важный момент И по факту, то, что я инвестировал до этого, получил какую-то доходность на в полтора миллиона рублей Оно не стоит ничего, поскольку сейчас любой чих, у меня эти полтора миллиона рублей По щелчку пальца от счета отлетают То есть фактически вся доходность, полученная до этого, ничтожна Ну, это, конечно, в сравнении с моим текущим счетом, поскольку он сильно вырос В данном случае все-таки доходность, она не сильно отличается Если мы возьмем конкретно два отчетных периода с плюсом и с минусом То есть тут 5000 рублей плюс и 5300 рублей минус Но это потому, что предыдущие пополнения, они, в принципе, закономерно увеличивались на небольшой процент Тут не на процент даже, а на фиксированную сумму У меня же по факту взгляд пошел резкий Вот, и поэтому у меня ситуация немножко другая Это вот тот минус сложного процента, о котором вы должны знать Во-первых, на дистанции получается процент на процент, это хорошая штука А во-вторых, все-таки из-за того, что инфляция у нас подъедает немножко наши стоимость наших активов И потом мы инвестируем больше, ну, потому что нолик у нас появляется на счету дополнительный на зарплатном, как я сказал У нас новые инвестиции, которые мы делаем на хаях, поскольку рынок тоже постоянно растет Любая вот эта коррекция, она все-таки сказывается сильнее, чем любая предыдущая Ну, грубо говоря, об этом я хотел вам сегодня сообщить Это небольшой риск вот этого вот момента Что ж Спонсором этого видео был мой инстаграм И ссылки внизу подарочные для моих подписчиков Тысячу рублей в подарок Если вы открываете карту в Тинькове, тысячу рублей вам подарят Вернее, это брокерский счет в Тинькове Ну, и карту тоже можете открыть в Тинькове, тысячу рублей он тоже подарит Брокерский счет открываете, тысячу рублей в подарок Карту открываете, тоже тысячу рублей в подарок Тут условия, ознакомьтесь По счету брокерскому надо на пять тысяч рублей купить акции за первый месяц Себе, и вам еще тысячу подарят Можете на шестую тысячу купить акции Ну, или облигаций, любых инструментов, насколько я понимаю Да И по карте вам нужно совершить платежей, по-моему, на 5000 рублей Где-то это тут было Да, вот потратить 5000 рублей по карте Это дебетовая карта, обычная, не кредитная В магазин пошли, купили себе еды, получили 1000 рублей в подарок Сверху всех кэшбэков и бонусов Ну, инстаграм мой внизу, ссылка Там больше контента Всем удачи